Добрый день! Эксклюзивная информация, реконструкция событий, уникальные документы и видеосъемка. Это программа «Союзники» и Алан Базиев. В Таджикистане начались сборы разведчиков, специальные задания, физические упражнения, приемы маскировки и наблюдения. Все это военнослужащие будут проходить в течение месяца. В этом году упор делается на индивидуальную подготовку специалистов, их умению выстраивать стратегию и решать нестандартные задачи. Мой коллега Анушарвон Арипов увидел, что бывает, когда каждый день экстремальная ситуация. Рядовой Смирнов, огневой рубеж, правая кирпичная окладка. Рядовой Доморычев, огневой рубеж, левая кирпичная окладка. На огневой рубеж, к бою! Каждый день для Николая Доморычева теперь начинается с преодоления полосы препятствий и занятий по стрельбе. График напряженный. За два месяца он должен постигнуть все премудрости службы, закрепить знания, полученные за полгода в учебке. Я с самого начала хотел попасть в разведку с друзьями. И вот когда мы прилетели сюда, в Таджикистан, нас уже начали отбирать прямо в аэропорту. Спортсменов, кто чем занимался до этого. И вот попали в разведбатальон. Его сослуживец Вадим Протасов полная противоположность Николая. И полоса препятствий, и стрельба ему выпадают гораздо реже. Но его работа не менее важная и сложная. Он связист. Только благодаря его знаниям отряд разведки сможет передать в штаб важные данные, выбраться из незнакомого места и даже навести артиллерию на важный объект противника. Карандашом определение дальности по мушке, определение дальности по спичечному коробку, также пальцами рук, кулаком. Вадим считает, что такая работа развивает умение мыслить нестандартно, быстро принимать решения. Именно это главное и качество хорошего разведчика. Для этого нужно уметь измерять углы и расстояния, пользоваться какими-то определенными формулами, которые существуют в разведывательной науке. Это большая работа. Полевой выход продлится до конца марта. Почти два месяца разведчикам придется провести на полигоне. Ежедневно по 12 часов в сутки они будут проводить на полосе препятствий, изучать минное дело, захватывать здания, наводить артиллерию и авиацию на цели и управлять всеми видами военной техники. Повторять будут снова и снова, пока все действия не будут отточены до автоматизма. Федотов, плохо. Ты плохо, ты плохо. Равнение на замком взвода. Очень хорошо работали. Парно, сзади двойка работала. Очень хорошо. Остальным надо устранять недостатки. Упражнения максимально приближены к реальности. Подразделения разведки отрабатывают все возможные сценарии развития событий при любых погодных условиях днем и ночью. Основная цель – научить солдат работать в команде, а также предвидеть и устранять любые препятствия, которые возникнут при выполнении боевого задания. Эти условия максимально приближены к реальным. На поле боя, если будет находиться наше подразделение, солдаты будут приучены. К тому, как жить в таких условиях. И это у нас не будет занимать, отнимать времени, чтобы обучить солдат объяснить, как себя вести в какой ситуации. А по окончании двухмесячного полевого выхода разведчиков ждет экзамен. Специальная комиссия проверит, чему научились бойцы за это время. Анну Шервон, Арипов, Рустам Пулатов. Для программы «Союзники. Таджикистан». Это была программа «Союзники». Мы выходим в эфир по понедельникам в 19 часов 40 минут. Напоминаю, эпицентр информации о событиях в странах СНБА на мультимедийном портале мер24.тв. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok